Мы, детские онкологи, посвятившие свою жизнь спасению детей, мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с НАВИ, объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Врачи Института детской онкологии с помощью профсоюза Альянс врачей выложили видеообращение на ютубе. И это видеообращение привлекло огромное внимание, потому что обнажило многие проблемы, существующие в медицинской сфере в нашей стране. Ситуация дошла до того, что об этом узнал даже глава государства и прокомментировал через своего пресс-секретаря. Давайте же обсудим сегодня подробности этой ситуации. Заявления об увольнении уже написаны. Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены поедают плесень, оплаты переполнены больными. При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение к оплотации откладывается из года в год. Вместо решения этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. Зачисление заработной платы сотрудников превратилось в закрытый несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных. Под этим обращением на ютубе большое количество комментариев про кремлевских СММ-агентств, кремлеботов. Основная их идея это то, что альянс врачей подкупил этих врачей, чтобы они высказались на камеру, и сюда зачем-то приплетаются недавние митинги и Навальный. В любом случае, наличие кремлеботов в этой истории это показатель того, что это не просто внутриврачебная разборка и случайно вынесенный ссор из избы. Это продолжение того самого противостояния чекистской власти и гражданского общества. Просто немного на другом фронте. Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии. Мы требуем обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии. Мы обращались ко всем представителям власти, но нас никто не услышал. Теперь мы обращаемся ко всем гражданам России. Минздрав, в свою очередь, занял сторону руководства Центра Блохина в конфликте с врачами, а само видеообращение врачей специальная комиссия посчитала нарушением этики. Специальная комиссия онкологов только начала свою работу, закончит ее она 10 октября, но уже выбрала свою сторону конфликта, и это оказались не врачи, которые записали видеообращение. На мой взгляд, в принципе, существование комиссии не имеет смысла, если в нее не будут входить представители различных сторон этого конфликта, например, представители профсоюза Альянса врачей. Только это позволит максимально прозрачно провести расследование и сделать адекватные выводы о том, что же на самом деле происходит в этом научно-исследовательском центре. Мы знаем, что приказом министра создана специальная комиссия, которая должна заниматься расследованием тем, что происходит в институте. Некоторые члены этой комиссии к нам уже пришли, но почему-то они делали это в вечернее время или в выходной день, избегая всяких контактов не только с представителями СМИ, но и с пациентами и с сотрудниками. В самом руководстве Национального медицинского исследовательского центра посчитали, что всем руководят провокаторы извне, а местные врачи стали просто ведомыми марионетками. Америка захотела и решила, все, она маленькая. Я полагаю, что за всем этим стоит группа лиц внеонкологического центра, который пытается умело дирижировать. Мои коллеги оказались ведомыми, действия, которые они предпринимают, заслуживают прицания, сказал Иван Стиледи, глава научно-исследовательского центра имени Блохина. Хоть комиссия Минздрава и встала на сторону руководства, зато на сторону врачей встали родители больных детей и даже создали петицию, которая набрала уже почти 90 тысяч подписей. Мы, родители детей, находящихся на лечении в НИИ, детской онкологии и гематологии МИЦ, онкологии имени Блохина. Мы поддерживаем врачей, которые восстали против тиранического режима Варфоломеевой и Стиледи. Мы видим, что врачам приходится работать в стрессовом состоянии, вызванном психологическим давлением со стороны директора. В онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты. Мы вынуждены покупать их за счет собственных средств. Мы вынуждены оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения. При этом пансионат, который построен для бесплатного проживания детей и родителей, превратили в коммерческий отель. Вот так вот. Пусть больные дети платят, а мы тем временем продолжим усиленно собирать смс-ками деньги на лечение больных детей за границей. Зато мы будем дарить подарки другим странам. Вот, например, в Саудовской Аравии Мосгортранс решил подарить два электробуса по 47 миллионов рублей каждый. Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Сейчас мы идем к директору института Ивана Стелите, для того, чтобы передать ему заявление об увольнении, подписанной всеми сотрудниками отделения трансплантации костного мозга и сотрудниками некоторых других подразделений. Если специальная комиссия Минздрава будет работать под максимальным общественным контролем, то в этой ситуации еще возможен хэппи-энд. Такие вот на сегодня дела, друзья. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!